Здорово, пацаны! Ты в курсе же, да, новости, что у ЦСКА новый тренер? Ну да, конечно, по-моему, только глухой и слепой об этом не узнали. Ну, господа, ну я понимаю, Березусский, он отдал жизнь этому, два брата, ну, жизнь отдали клубу. Ну, ребят, ну не потянет он. Да, как Карпин, там, я не знаю, тренирует сейчас Ростов. Да, я все понимаю, вот такой клуб, да, можно тренировать, но не ЦСКА. Это очень сильный клуб, и это, ну, можно сказать, лицо России. Ты хочешь сказать, что он не справится? Конечно нет, ну, пускай он прекрасный человек, замечательный защитник, все, ну, рано еще. Ну, не такой же клуб ему восхлаблять, это, ну, нет, я считаю, это... А мы вот с тобой недавно разговаривали на эту тему, что даже простой полузащитник может стать тренером. Ну, да, но не за два года, за три. Да, он в последнее время вместе со Слуцким какой-то голландский клуб забыл, на В как-то называется, ну, такой. А он вся голландская, они средники. Ну, нет, нельзя, нельзя ставить такого человека. Я еще раз повторяю, он безумно классный игрок, он любит ЦСКА, любит Россию, ну, рано, рано, он совсем еще молодой. Нет, ни в коем случае. Нет, ну, может, у него поддержка там какая-то серьезная. Ну, как может быть поддержка у главного тренера? Какая поддержка? Он главный тренер, он решает все. О какой поддержке может идти речь? Штаны ему поддержать или что там? Не знаю. Нет, нет, ни в коем случае. Ну, мы все это увидим. Вот сейчас начнется чемпионат и все, посмотрим. ЦСКА я очень люблю эту команду, потому что это команды по-братимам, моя любимая команда, это Динамо. Вот, это команды по-братимам и ЦСКА, они дружат. Ну, а ты на кого в чемпионате мира ставку делаешь? А еще абсолютно рано, я понятия не имею, потому что это только что чемпионат Европы и буквально через полгода чемпионат мира. С этой короной и так далее, я этого не понимаю. А вообще, думаю, я болельщик немцев, я очень люблю эту команду, раньше ненавидел, потому что они играют от обороны, как и сборная Италии. Ну да, у них крепкая оборона. Ну да. Она построена очень грамотно. Так они забивают гол, а потом ставят возле ворот автобус. Ну, надо закрепить свои позиции. Ну да. Да нет, я думаю, что выиграют, как у нас получается, выигрывает европейская команда, потом уже либо американцы, ну, бразильцы. Ну, скорее всего, следующий чемпионат, это чемпионат мира, я думаю, я бы хотел, чтобы выиграл Урухвай или Колумбия. Круто, круто. А вот и Саша пришел. Ну, Саша книжку про депешмот читал. Либо Урухвай, либо Колумбия, а так. Бог в этом мире. Саша, а ты футбол любишь? Да нормально отношусь. Ну, вот как сказал, по-моему, Линакер сказал, говорит, это, футбол играют все, а забивают только немцы. Ну, так на них, там вообще у них как построено, а они нападающему все время навешивают. Ну да, потом ставят автобус возле ворот. Слушай, а вот между, когда стенка стоит, а потом вот сзади ложится. А, ложится, сейчас разрешили, да, да. А зачем? Ну как, они подпрыгивают. Чтоб, ну вот, мяч не проскочил, ну, под ногами. Вам надо бы, это, наверное, на стадион сходить, да показать пару футбольных финтов. Кому? Как кому? Людям. Как надо правильно играть. Ну, у нас раньше, да, еще играли бы в футбол, а сейчас равносильно, не знаю, еб-то, Ставропольскому навозотоптателю и Махачкалинскому волосохруднику. А, нет, это сироп. Сироп от кашля. А тебе уже можно, что ли? Три дня всего. Три дня, да, подержался и дальше можно? Ну я четыре продержался. Ну и хорошо, и хорошо. Вон Саша держится уже долго. Скоро зубы повставляете, закусаете нас всех. Нет, шестого я пойду удалять, вот это, после как дадут. Я только в нашу поликлинику, хороший наркоз и врачи, мужики. Вот, вообще шикарно делают. Говорят, не больно, ни хреново. А наркоз какой? Ультракоин, по-моему. А, я думал, вырубают мужики напрочь. Да, про прихожие сапога лопатой. Просыпаешься, вообще ни одного зуба. Удалены. Подписывайтесь на наш канал. Здоровья, счастья, любви. Всего доброго. Витя, а ты с удовольствием на какой работе работал? Где-нибудь, знаешь, романтично. Смотритель маяка, например. Витя, смотритель маяка. 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 Про тебя в стихи писали. Раз Витя вышел на маяк, звезда светила. По пьяни и теребила ее. И теребила. Витя, что вышел на маяк и теребила. Редактор субтитров А.Семкин